С 20 по 24 марта в Московском государственном техническом университете имени Баумана прошел Всероссийский форум «Шаг в будущее». Он более четверти века растит для России талантливых молодых людей, школьников и студентов, которые занимаются наукой и инженерным делом. «Шаг в будущее» – это самое масштабное и авторитетное мероприятие, где оцениваются достижения молодых исследователей России. В этом году после победы на региональных соревнованиях в форуме приняло участие свыше тысячи молодых людей из 42 субъектов Российской Федерации. Среди них – будущие ученые Краснодарского края. В кубанскую команду попали и славянские школьники. 11-ти классница из 17-й школы Мария Никифорова на форуме защищала научный проект в номинации «Математика и информационные технологии». Тема её исследования – математическое прогнозирование и моделирование доходов населения Славянского района. Экономика – неотъемлемая часть нашей жизни. Работа, обучение, домашнее хозяйство, бизнес – всё связано с экономикой. А основа любой экономики – прогнозирование. В своей научной работе Мария рассказала, как упростить систему прогноза и сделать её более точной и современной. «Мы решили создать новую концепцию составления прогнозов. Там, где будут принимать участие не только люди, но и компьютер». По компьютерным формулам, которые разработала Мария, можно прогнозировать доходы населения, а также объём продаж. Компьютерная система автоматически будет учитывать многие факторы, которые позволят дать более точный прогноз. «Если мы будем учитывать доходы населения, то здесь нужен фактор географического положения, фактор уровня жизни населения, средние заработные платы, потому что от региона к региону это разное. Где развита, какая отрасль больше, где-то машиностроение, там зарплаты такие, сельское хозяйство такие, там сезонность работы есть. И тогда можно построить качественный прогноз». Переменив свои разработки, Мария сделала прогноз доходов жителей нашего района до 2020 года. «Мы рассмотрели несколько моделей составления прогнозов. И некоторые показывают такие, казалось бы, нереальные результаты, как к 2020 году доходы населения Славянского района достигнут 50 миллионов рублей». По итогам работы форума «Шаг в будущее» Мария стала лауреатом второй степени. Ещё один славянский исследователь, который принял участие в научном форуме – шестиклассник Даниил Федоренко, учащийся лицея номер один. Он стал призёром, а также Данилу присуждена единовременная стипендия программы «Шаг в будущее». На форуме он представил научную работу «Солнечные батареи. За ними будущее». Он спроектировал светильник, который днём за счёт солнца накапливает энергию, а ночью отдаёт. «Его можно использовать как ночник или светильник. Я, например, используюсь как светильник у бабушки в саду. Идея мне пришла в ходе эксплуатации зарядного устройства, работающего на солнечной батарее». Вот такие талантливые и целеустремлённые школьники живут и учатся в нашем районе. На форуме они не только защищали свои проекты, но и учились новому. Принимали участие в научных консультациях учёных и ведущих специалистов страны. Посещали научные лаборатории, кафедры, музеи университетов и научно-исследовательских институтов.